Всем привет! С вами Илья. И сегодня у нас очередная новая магнитола из 90-х. Это Sony XR3503. Вернемся распаковкой магнитола. Так, в первую очередь вот провода. Есть футляр. Пускай дальше у нас идет магнитола. Так, это что? Такая вот ерунда. Документы. И сама магнитола. Магнитола. Вот здесь еще крепеж. И вот добрались до самого ценного и таинственного магнитола Sony. Такая вот. Давайте сейчас покажу поближе все. Так, смотрим, что у нас. Я, ёпси, опять. Сейчас еще стопу царапаю. Смотрим все надписи, какие должны быть на табличках. Так, а сборка получается, видите, уже не Japan идет, а Сингапур. Так, что-то он плохо настраивается. Дальше. Так вот выглядит магнитола. Я думаю, многие тоже, кто, в принципе, такую магнитолу устанавливал. Она была массовой. Ну, и, в принципе, она очень приятная на взгляд, на ощупь. Ну, и качество ее, я думаю, тоже, в принципе, замечательное. Кнопки не стираются однозначно. Мне так кажется, может, у кого была, расскажете. Но качество еще более-менее. Так как сейчас магнитолы вроде бы и стоят денег. Но они какие-то маленькие, все вот такие, в полразмера. Легкие, прилегкие. Играть, естественно, они так и играют, как весят. В принципе, вот такой вот небольшой краткий обзор. О магнитоле Sony. Всем, кому интересно, смотрите. Дальше будет много чего интересного. Пока.